Айнард Фейн, жители Империи, с вами Нильфгардец. Сегодня, как я и обещал, мы разберем сюжет каждого лорда гномов Хаоса, который нас ждет в ближайшем дополнении для Вархаммер 3 Total War. И начнем мы с Острогота Железнорука, Верховного Жреца Хашута и старейшего из ныне живущих колдунов гномов Хаоса. Не так давно он был самым могущественным колдуном, что когда-либо ходил по равнине Жардук за последние тысячу лет. Однако в настоящее время его силы стали ослабевать, а тело медленно обращаться в камень. Десять лет назад ноги жреца перестали работать, поэтому он сконструировал механический паровой экзоскелет, чтобы ходить и участвовать в сражении. Недавно очередь дошла и до рук. После ампутации они были заменены механизмами, прикрепленными к его телу. Двигатель, питающий эти хитроумные устройства, был построен рабами Острогота в строгом соответствии с его планами, сочетая в себе несомненные навыки изобретательности расы гномов Хаоса с извращенной темной наукой. Сейчас практически все тело Острогота заключено в механизм, позволяющий ему двигаться, а также обеспечивающий дополнительную защиту от атак. Поршни с паровым приводом, заменившие ему мускулы и сухожилия, позволяют Верховному Жрецу поражать с невиданной силой всех своих врагов, даже самых чудовищных и монструозных. Ну а если ты не хочешь превратиться в камень, как Острогот, то поставь лайк, подпишись на канал и напиши в комментариях, что думаешь о новом дополнении гномов Хаоса для Вархаммер 3 Total War. Без всяких сомнений, Острогот был одним из самых сильных и самых известных гномов Хаоса. Он был легендарен за свои подвиги, но и за свои просчеты. Дело в том, что столетия назад Острогот изгнал в Черную крепость другого легендарного лорда гномов Хаоса Дрожата Пепельного, когда тот был всего лишь маловажным демоническим кузнецом. Тогда молодой Дрожот решил поиграть в политику и ввязался в паутину интриг, созданную Остроготом. Последний при удобной возможности использовал Дрожота как незначительную пешку, а после подставы сослал его в Черную крепость, которая, подобно часовому, стоит у брода через Мертвую реку, у южной оконечности Гор Скорби, защищая созданную дворфами Хаоса Империю Пепла и Стали. Это кошмарное пространство сажи, опаленного железа и острых камней, по которому, подобно крови, струится магма. Поначалу Дрожат занял в крепости должность младшего демонического кузнеца. Однако, благодаря своей врожденной хитрости и амбициозности, смешанной с ожесточенной безжалостностью, этот гном сумел вновь возвыситься и стать лордом этой крепости. Возвышение Дрожата было нелегким. Чтобы поднять свой авторитет, он участвовал во множестве походов и лично вел в бой свои несокрушимые армии, восседая на великом Таурусе, дыхании пепла, который обрушивал на врагов огонь и разрушение. За это время он сумел объединить себе таланты воина и чернокнижника. Теперь его навыки возросли настолько, что среди нынешних чернокнижников-гномов мало тех, кто способен сравниться в мастерстве создания военной техники и запечатыванию в них демонов. Однако Дрожат не смог бы добиться своего без помощи верного ему легиона Асгара, мощной армии защитников Черной крепости гномов Хаоса и проворных хабгоблинов. Все вместе они должны хранить границы империи гномов и увеличивать рабочую силу за счет жителей темных земель. Тем не менее, несмотря на все свои успехи и достижения, Дрожат оказался в тупиковой ситуации. Черная крепость, несмотря на все улучшения, привнесенные в нее Дрожатом, является захолустьем, ибо она расположена слишком далеко от столицы империи гномов Хаоса Жар Нагрунда. К тому же, голос Дрожата на совете чернокнижников имеет очень мало веса, так как Дрожат все еще является лордом-изгнанником, чему очень сильно рад главный жрец Хашута Астрогот. Впрочем, хитрый старик уже не тот, что раньше. Он практически весь окаменел, и живет он только за счет механического костюма. Вот почему желанная мечта Дрожата о триумфальном возвращении в Жар Нагрунт стала очень близка к осуществлению. Все, что нужно Дрожату, это дождаться, когда Астрогот проявит слабость и самому одержать великую победу, может даже над своим старым соперником. Тогда Дрожат наконец-то получит пост верховного жреца Хашута и расположит к себе остальных чернокнижников. Хотя это проще сказать, чем сделать, ибо Черная Крепость находится в постоянной осаде и отражает атаки полчищ врагов. Впрочем, для этого ее и строили. Поэтому Дрожат, будучи лордом-изгнанником, способен на великие свершения, но не может их реализовать. Тем не менее, однажды лорд Черной Крепости наконец-то получил шанс реализовать свои амбиции. В 2510 году Дрожат узнал о чудовищной Орде, поднимающейся на востоке и сокрушающей все на своем пути. Дрожат воззвал к огням и углю на алтаре Хашута, чтобы узнать, какова будет его судьба. В явившихся ему видениях о шестве чемпиона Нургла Тамархуна он узрел погибель и долгожданные возможности. Предубежденный видениями Хашута, Дрожат начал строить планы по свержению Астрогота. Очевидно, что Дрожат вступил в союз с чемпионом Нургла и пересоединился к его армии, которая шла осаждать имперский город Нул. Тамурхан надеялся, что пожертвовав этот город богам Хаоса, он достигнет апофеоза и переродится в демонического принца Нургла, но его амбициям не суждено было сбыться. Отважные защитники империи разгромили Орду Хаоситов, а самого Тамурхана убили во время его собственного ритуала Вознесения. Что касается Дрожат и легиона Асгора, то гномы Хаоса вовремя покинули поле битвы вместе со всеми захваченными в походе рабами и трофеями. Ну а пока Дрожат пытается возвыситься где-то на отшибе мира, в тени черной башни жар на грунт множество рабов добывают минералы для ковки мечей и брони во славу Хаосуто, отца тьмы. Демонические кузнецы призывают и запечатывают демонов в оружии и механизмах. Хоп-гоблины и надсмотрщики следят за рабами и поддерживают темп производства продукции. Жестокость и бессердечия, рутинные явления на равнине жар. Рабы, будучи простым расходным материалом, умирают в ямах жара от истощения и удушливых ядовитых паров, во тьме шахтерских туннелей и грохоти заводов. Руководит же всей этой индустриальной системой чудовище, которое пугает как рабов, так и их господ. Имя же этому ужасу Жатан Черный, командор башни Жар. Жатан – это молодой, перспективный и многообещающий чернокнижник. Своему ремеслу он учится у горта жестокого, второго по силе мага гномов Хаоса, чьими армиями он и командует. Причем очень даже успешно. Он возглавлял множество успешных походов за рабами на запад, победив при этом множество армий орков. В итоге все гоблинские племена между равниной Жар и горой беспощадного клыка покорились армией Жатана, который наложил на них трудовую дань. Теперь гоблины должны были отправлять партии своих сородичей в Жар на грунт, откуда они уже никогда не возвращались. А рабочих для башни Жар нужно много. Компании Жатана Черного хоть и были успешными, но их всегда было недостаточно. Виной всему ненасытность его повелителя Горта, который ежедневно приносит множество жертв на алтаре Хашута, чтобы получить милость бога Хаоса и укрепить свои магические способности, чтобы однажды свергнуть верховного чернокнижника Астрогота и самому возглавить империю гномов Хаоса. А на сегодня это все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, что думаете о грядущем дополнении для Warhammer 3 Total War. С вами был Нильф Гордец, до встречи в пустошах Хаоса.